Что такое стачка дальнобойщиков в России? Попробуем разобраться в цифрах и понять, кому это выгодно, и будут результаты. По уверениям самих бастующих, сейчас в забастовке участвует 100 тысяч машин и приблизительный рост 250 машин в день. Цифры, конечно, преувеличены. По некоторым данным, сейчас в забастовке участвует не более 50 тысяч машин и приблизительно по 100 машин в день присоединяются к забастовке. А сейчас оцените цифру того, сколько всего машин находится на дорогах России. Эта цифра – 1,6 миллионов машин. Итак, полтора миллиона машин, и из них в забастовке участвует 50 тысяч. Если учесть еще и железнодорожные перевозки и прочее, то это буквально капля в море. Другими словами, бастующие машины – это менее 1-2% всего рынка перевозов. В стачке участвуют малые компании и частные перевозчики, а основная концентрация участников находится на Северном Кавказе. При этом активное возмущение тарифами Платона показывает, что маржа на рынке низкая и конкурентность очень высока. Выход с рынка 3-4% игроков никак не повлияет на качество и объем перевозок и только укрепит позиции конкурентов, в основном более крупных компаний, у которых Economy of Scale работает прекрасно. Если кто-то из близких властей людям, ну, например, те же самые Ротенберги, решили создать «Росдальнобой» или «Русскую дорогу», по принципу «Газпрома», объединив в себя всех дальнобойщиков России, то по понятным аналогиям для них эта забастовка – просто подарок. Под это дело можно рынок консолидировать, а затем и тарифы на перевозку поднять. Дальше будет следующее. На костях ушедших из бизнеса работяг и мелких предпринимателей возникает возможность договориться с ними же со временем о скидках, отсрочках и снижениях. Все это с очевидностью объясняет, и почему власть совершенно расслаблена и предоставляет силовикам общаться иногда кое-где с забастовщиками, и то только в случае, если забастовка переходит в активное действие, и почему у чуда на жестко пригнутом к земле в Кавказе, где мышь не пробежит и гомосексуалист не проскочит, акции дальнобойщиков встречаются с каким-то восточноевропейским демократизмом, с разговорами, уговорами, вместо привычного жесткого увоза в неизвестном направлении, с наказанием родственников и публичными просьбами прощения у мудрого руководства. Неужели вы не помните, как умеют просить прощения у Рамзана Кадырова самые крутые парни, и как легко Рамзану Кадырову это удается? Сейчас мы не наблюдаем ничего подобного. В общем, акции дальнобойщиков, как вообще в России общественные акции, сегодня слишком малочисленны, чтобы что-то изменить, и существует в принципе, только пока это и совершенно безобидно в макромасштабе, 3-4% от общих перевозок, и выгодно кому-то, стоящему за кулисами со своей повесткой дня, что никак не умаляет моего личного преклонения перед теми, кто решается на них выходить. Но, к сожалению, с экономической точки зрения они не добьются ничего. Андрей Мохчан